История наставницы жизни 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 И не нашли тростей Говорит, а на трубе будешь? Я говорю, буду И так я стал трубачом В начале 60-го года Я впервые в жизни выступил По донецкому, по сталинскому телевидению Играл симфоническим оркестром Неаполитанский танец В архивах еще серверт Донецкого телевидения, к счастью, сохранилось несколько архивных фотографий и видеозаписей Валерия Колесникова. Валерия Колесникова Валерий Владимирович Колесников, гениальный виртуоз-трубач, гениальный трубач-работяга и гениальный трубач-педагог. С ним играть было одно удовольствие. Профессионал, импровизатор, виртуоз потрясающий. Легкость самого сложного. Легкость в самом сложном, наверное. То есть на самом деле сложное становится простым. Вот это самое, наверное, главное. Для меня это было главным в творчестве, исполнительским Валерия Владимировича. У него труба была какая-то такая умная, вкрадчивая, деликатная, психологическая. Он таким образом какие-то струны в человеке открывал своей музыкой. Вот во мне, как в слушателе. Он никогда не терял чувство духа, чувство доброго отношения к людям, а тем более к студентам, которых он обучал. Я это знаю все. У него плеяда молодых учеников довольно-таки интересная была. У него целая сложилась, целая школа, целая лаборатория под руководством Колесникова. Мастерство как жазмена, как импровизатора, причем и плюс техническая виртуозность, это, конечно, высокого класса музыкант. У Валерия Владимировича очень много было поклонников, которые приходили с удовольствием на концерты, встречали его после концертов, общались с ним. Сегодня мы вспоминаем Валерия Колесникова, музыканта, вся жизнь которого связана с Донецком. Хотя родом он из Луцка, неосознанно и непреднамеренно этот прославленный трубач символизировал собой сплав Запада и Востока Украины, столь оказалась недостижимой на государственном уровне и столь естественной на примере отдельных личностей. Валерий Колесников – легендарный джазовый трубач и талантливый педагог музыкальных вузов Донецка и Ростова. Его имя внесено в европейские и американские джазовые энциклопедии. Личность любого человека искусства ярче и полнее всего выражается через его творчество. Поэтому пусть сегодня звучит музыка. Суждение о ней и об артисте, ее творящем. Валерий Колесников – это был 1967 год. И благодаря Вите Дубельеру и хорошему лояльному руководству в комсомоле областном, да и Дегтяреву, если он только шел, который не то чтобы помогал, а разрешил джаз-клуб. Вот и джаз-клуб и откроется. Это было, конечно, счастье для всех нас, для всех музыкантов, для всех любителей джаза. В первых заседаниях, лекциях, сейшенах, концертов стали ходить слухи о Колесникове. Я это помню хорошо, этот осенний день, когда, придя в джаз-клуб, в очередное воскресенье я увидела, я сразу догадалась, что это он. Человек только пришел из армии. Худоль, шея тонкая, длинная и огромная голова с сократовским, действительно, с сократовским лбом. И глубоко поставленные такие яркие, блестящие глаза. Это был Колесников. Ну, познакомились мы с ним и в этот же вечер, или был джем-сейшен, кто-то приехал из Ленинграда, по-моему, из Ванштейна оркестра кто-то из ребят, и была договорена, чтобы играть джем-сейшен. И вот когда Колесников вышел играть в джем-сейшен, тогда и я, и те немногочисленные женщины и девочки, как вот я, допустим, со школы буквально, тогда обратили на него внимание, на этого худого, голова того хлопца из армии. Потому что от него невозможно было оторвать глаз. Тогда он показался необычайно, необыкновенно красивым Колесниковым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, джаз это, на мой взгляд, это язык общения, как бы, между джазовыми музыкантами всего мира. Любой джазовый музыкант может спокойно общаться друг с другом, не зная по-русски ни слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потом и труба, потом это скет-пение началось, когда Валера блестящая техника, которую он на трубе исполнял, он точно стал голосом исполнять. То есть это всегда был праздник в зале концертном, где выступал Валерий Колесников. Субтитры создавал DimaTorzok Также джаз является способом самовыражения джазового музыканта в музыке, раскрывая его характер, направление, стиль и мировоззрение. И музыкальные концепции, которые он излагает в процессе импровизации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он был веселым человеком и отображалось его творчество, его исполнительство. Он мог начудеть, но в хорошем смысле, что все музыканты, которые с ним играли, получали определенный заряд бодрости, еще хотели играть лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Балерий Колесников это звезда донецкого джаза, это одна из звезд нашего советского джаза. Я думаю, что этот блестящий, прекрасный музыкант, который способен в любой момент выступить на джамсейшн, выступить в любой джазовой программе на фестивале, соединившись вот с кем-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, например, на 10-м донецком джазовом фестивале спонтанно возникло такое импровизированное трио музыкантов, которые приехали на фестиваль из разных городов. Заслуженный артист РСФСР, пианист Леонид Чижик, Москва. Заслуженный артист Грузинской ССР, контрабасист Томас Курашвили, Тбилиси. И трубач Валерий Колесников, Донецк. Эти музыканты представляют свою джазовую версию композиции Перкинса «Огни Алабамы». «Огни Алабамы» Он у меня всегда производил и производит впечатление, знаете, такого самородка, впечатление такого левши, который в свое время подковал блаку. Этот человек всегда проявлял изумительный, исключительный вкус, меру, в чем проявляется, собственно, и талант музыканта. И вот тот музыкант, который уже для себя определил свой мир звуков, который научился отбирать, научился вырабатывать в себе какой-то фильтр, что и есть, собственно, вкус, который научился размерять, выстраивать, увидеть пространство. Вот в нем это все присутствует. А еще в джазе есть такая традиция, которая просто в жизни, мягко говоря, не приветствуется. Людей, которые часто меняют место работы, называют обидными словами «бегунок», «летун» или «попрыгунчик». К ним относятся с подозрением. А вот авторитет джазового музыканта, наоборот, повышается от того, насколько много коллективов он прошел в своей творческой биографии. Нашего героя Валерия Колесникова в среде музыкантов называли «блуждающей звездой». Были у него и другие творческие имена. Вот что по этому поводу рассказывает его вдова Людмила Колесникова. Для студентов он был ЛСД, лидер советского джаза. Для джазовой братьев во всех губерниях необъятной нашей Родины он был колесо. Юрий Верменич – это один из специалистов в области джазологии. Он его называл «блуждающей звездой». И вот где бы эта звезда ни была, его всегда очень по-доброму встречали. А поговорить с ним тоже было очень интересно. Он всегда говорил с такими, там, то аллегория, то шутка какая-то, то воспоминания, где он играл, с кем он общался. Был я в Узбекистане, в Фергане. Ну, там председатель комиссии, значит, встал и говорит, к нам сегодня из Донецка проехал знаменитый вертивоз Колесников. Этот смешной эпизод со словечком «вертивоз» вместо «виртуоз» стал расхожим анекдотом в кругу друзей Валерия. И таких анекдотических случаев за творческую жизнь трубача было немало. Я объехал весь Союз. Ну, я говорю, только в Таджикистане не был. Нет, в Казахстане я был. Был в Магадане. Ну, когда я подлетал к Магадану, я увидел залив, там кончается уже земля большая, российская, как говорится, ну, думаю, здесь можно выступить. Когда я вышел на сцену, вдруг неистовый голос закричал «Колесо давай!» Ну, Колесников. «Колесо давай!» И я чуть трубу не выпустил из рук. Я думал, ну, здесь уже мне никто точно не знает. Конец географии. В зале Магаданской филармонии в тот вечер царила особая атмосфера. Витал дух легенд советского джазового искусства, к числу которых, безусловно, относится и наш Валерий Колесников, замечательный трубач. КОНЕЦ Это одна из самых любимых пьес, которые мы играли еще в «Экселенте». самых любимых пьес, замечательного трубача, музыканта, нашего друга Валерия Колесникова. КОНЕЦ Я услышал где-то в 17-летнем возрасте. Я учился в музыкальном училище в городе Сумы. И вот, это был 1974 год. Люди, которые постарше меня, ездили уже в Донецке на фестиваль, и вот они говорили, вот колесо, колесо. Вот тогда, уже в те годы, его зарождалась слава. Это после выступления на пражском джаз-фестивале. И да, его запись заняла в Европе первое место. Он стал рядом международного конкурса. И с тех пор Валерий Колесников – это, безусловно, пожалуй, самый выдающийся донецкий, и не только донецкий джазовый музыкант. Субтитры создавал DimaTorzok И он в ДК Ленина организовывал такие вечера, когда собирались музыканты. Вообще-то характерно только для джазовых музыкантов, когда берется тема, и каждый потом начинает импровизировать. Вот Валера собирал вокруг себя музыкантов, которые хотели, умели это делать. Они умели, учились, просто слушали. Такие вечера очень запоминались, конечно. Я-то пришел во Дворец культуры в августе 78-го года. Он уже работал. Как раз где-то с полгода мы познакомились. В принципе, мы с ним ровесники. Тогда еще молодые, такие необузданные были. У него был очень интересный коллектив. В нем присутствовала и женская группа, и мужская. Очень много выступал он с коллективом своим и во Дворце культуры, и в театре, и на различных площадках и Донецка, и области. Я до сих пор, прошло сколько лет, я помню одно произведение, говорил и говорю после исполнения, пока на сегодняшний день никто его не исполняет. С этим эстрадно-симфоническим оркестром осолировал Валерий Колесников, и Слава Лавриненко исполнялось произведение Денику хора-стокката. Уникальное исполнение пьесы хора-стокката румынского композитора Григораша Денику помнит не только Евгений Иванович Денисенко. Помню этот дуэт хора Денику, там просто на Уране все как играли, в два раза быстрее, чем люди привыкли слышать вообще эту виртуозную пьесу. Это было соло для трубы композитора Денику. Я в жизни не знал этого композитора, никогда не слышал, что это за композитор. И вот тогда я обратил внимание, знаете, как вот выходит человек, сразу чувствуешь уровень. КОНЕЦ КОНЕЦ Он мне рассказывал, что у него очень много знакомых в мире, с которым он общается, они высылали друг другу, высылают друг другу записи, допустим. Кто-то из Америки трумачик высылает ему, он свои записи. Вот этот обмен записям давал возможность, даже если ты не общаешься непосредственно, развиваться. А круг знакомых его музыканта, которые его знали, очень большой, конечно. Это весь Советский Союз, это Европа, Америка и так далее. В Презервейшн Холл первый приезжал, там очень взрослые люди были, Дикселент играли. А самый младший тромбонист, ему было 55 лет, Трубачу было 79 лет. Ведущий концерта Владимир Борисович Фертах подходит ко мне и говорит, «Вы не вздумайте с ними играть в джемстейшн». А я спрашиваю, почему так наивно? Говорят, если кто-то из них умрет на сцене, вы будете отвечать. Ну, а второй случай, это «Рахтайм Бен» приезжал, Гюнту Рашулера, представители третьего течения, очень известный дирижер. Ну, мы с ними поиграли с удовольствием, играли где-то часа полтора, тоже бились, бились, ну, и не переиграли. Один-один был. Действительно, Колесников – потрясающий музыкант, хранящий в голове почти всю классику джаза. Эпизод из гастролей в Голландии – прямое этому подтверждение. В Голландии существует традиция такая. Наряду с фестивалями парад диксилендов. Вот. Меня пригласили в первый день поиграть диксиленды на машине. Эстрадка такая небольшая, передвижная. Значит, у нас было шесть человек. Так, американский трубач, я – саксофонист, басист и тубист, барабанщик. С одним малым барабаном. И у нас машина возвела три с половиной часа, и мы не переставая играли. Я до сих пор не могу вспомнить, откуда я знаю столько материала. Три с половиной часа, без перерыва. Конечно, Валерий Владимирович был выдающимся бопером. Это первый стиль современного джаза. Он очень любил творчество Гелеспи, Сандавала, других трубачей. Фредди Хаббарда, Клиффорда Брауна, многих музыкантов. Клиффорда Брауна, многих музыкантов. Клиффорда Брауна, многих музыкантов. Бип-боп – это направление, возникшее в джазе в начале 40-х годов в Америке. Значит, бип-бопу присущи такие факторы. Это виртуозное владение инструментом, прежде всего. А также мгновенное решение джазовым музыкантам мелодических и гармонических задач, которые возникают в процессе импровизации. Импровизация – это только высококлассные музыканты, которые обладают чувством ритма. Вот это, так сказать, Богом дано этим людям. И филигральный технарист-инструменталист, просто филигральный. С таким великим диафазоном. Он же на трубе брал немыслимые ноты, как внизу, так и наверху. Внизу, внизу он, он, большая труба. Без киевских, я никогда не слышал. Настолько филигранное пианистом он владел. Вот труба, казалось бы, инструмент, как на клавишах играла. КОНЕЦ КОНЕЦ Талант Валерию Колесникову был дан Богом. А вот труд, усердие и прилежание в совершенствовании Божьего дара – всецело заслуга музыканта. Поэты и музыканты – люди особенные. Их дарование, как цветущий сад, расцвечивает жизнь и дарит радость всем, кто соприкасается с их дарами. Скольким людям подарил свое искусство Валерий Колесников? Сцена – это место, где ты должен показать то, что ты способен на данном этапе. Он-то и был не очень многословен, особенно, когда перед выступлением или в момент игры. Два слова – и все. И все остальное – его величество, музыка, да, его любимый инструмент, труба, который он просто без памяти любил. В этом и столице было. Валерий Колесников Валерий Колесников Он у меня участвовал в отчетном концерте в Киеве, Донецкой области. Он играл с оркестром симфоническим, сводным. Это было отмечено всеми музыкантами. Я думаю, что самый, собственно говоря, весомый вклад он в своей жизни внес именно как педагог. Он со временем стал окружаться все более и более молодыми людьми. Все началось в таких, как Анатолий Лазовский, чуть постарше. А потом пошла целая плеяда, не только трубачей. Тысячу раз его вспоминаю, потому что за два суток года он мне много-много отдал. Вот смотрите, трубач-воробаччик. А потому что у него такой высокий уровень и понимание того, что надо делать. Только надо было правильно прислушиваться и работать. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно, потом открыли и в Академии джазовое отделение. Опять-таки, я больше чем уверен, это под его имя это было сделано. Он стал преподавать. И это действительно было так. Вот что говорит об открытии джазового отделения Виктор Леонидович Бахарев. Он был ректором в те годы, тогда еще Донецкого музыкально-педагогического института. Пока что в единственном ВУЗе существует джазовое отделение. И я хотел бы сказать, что джазовое отделение появилось тоже благодаря Валерию. Когда меня спросили, я поднял вопрос об открытии джазового отделения, мне сказали, а у вас есть кому преподать? Я говорю, у нас есть Валерий Колесников. И вопросов больше не было. Благодаря заслугам, выдающимся этого замечательного музыканта, человека, была открыта кафедра, и все наши музыканты, которые последовательно уже 25 лет, стали получать профессиональное образование. Тогда у Валерия Владимировича был класс, который, наверное, трудно не назвать революционным. Ибо он был весь обид красным атласом. Революционность в самом положительном смысле этого слова, конечно же, была во всем. Прежде всего в преподавании, в отношениях со своими учениками. В общем, он настолько был обходителен и в высокой культуре, он никогда никого не обижал. А были такие репетиции, вот, ну, не идет, как говорится. И если это тем более среда, Валерий Владимирович, как мудрый педагог, сворачивал репетицию, говорит, а не пора ли нам в баньку сходить? Баньку любил до безумия. Он был хохмач своеобразный, он любил рассказывать анекдоты, всякие там случаи с поездок всегда. Бывали такие, собирались мы в компании и рассказывали какие-то воспоминания были. То есть вот этот такой непосредственный его характер, вот такое отношение к людям, он как-то притягивал к нему. И он подарил вот этот сборник. Джазовые стандарты в управлении для трубы. Валерий Колесников. Чем характерен этот сборник? Здесь есть надпись. Его, это характеристика, вот его отношение к училищу музыкальному, воспоминания, как он тут учился, работал, откуда и мы познакомились в то время, написано. С юбилеем, дорогое училище! Наилучшие пожелания, счастья, хороших учеников и просто Колесников. Просто Колесников. Таким он был по жизни вообще. Он никогда и ничего для себя не просил. Не пиарился, если говорить современным сленгом. Последние 15 лет для Валерия Колесникова отмечены, пожалуй, самыми знаменательными датами в его жизни. И в этом немалая заслуга его супруги, Людмилы. Наиболее такой значительный эпизод, это в жизни Валеры связан с присуждением ему звания заслуженный артист республики, заслуженный артист Украины. Вы знаете, это долгожданное, конечно, звание. Он должен был получить, на мой взгляд, то есть должен был оценен по заслугам гораздо раньше, а не в 60 лет. Я думаю, что его, конечно же, его по заслугам не оценили, как положено. Понимаете? Вот. Все-таки он заслуживал гораздо более, хотя он многого очень добился. Даже вот кафедру, которую он тут создал, это под него дернулось все. Понимаете? Под величину лауреата джазового фестиваля в Праге. Да и просто под хорошего человека. Много успел Валерий Колесников за свою яркую жизнь, подаренную всем поклонникам джазовой музыки, коллегам, друзьям и своим ученикам. Он был такой один, в одном лице, в одном образе. На сцене, в педагогике и в быту. Он был очень заботливым мужем. И эта заботливость проявлялась во многих вещах. Вы знаете, я никогда не знала, что такое носить тяжести. Это все было, как говорится, на его плечах. Ну, нежный, обходительный был человек. Личные взаимоотношения Людмилы и Валерия Колесниковых на каком-то интуитивном уровне напоминают другую известную супружескую пару – Любовь Орлову и Григория Александрова. Прежде всего, это уважение друг к другу. Но с легкой иронией. Своеобразная импровизация, такая игра, все в том же стиле джаза, как у Орлова и Александрова в стиле кинематографа. Вот лежит его инструмент. Вы знаете, мне кажется, он его любил больше жизни. Ухаживал и ежевечерне занимался, практически занимался каждый день. Возможно, кто-то даже удивится, что, ну как это, вот такой мастер, и зачем ему заниматься? Оказывается, нужно заниматься. И когда я приходила вечером после работы в дом, он говорил, позвольте доложить, я сегодня занимался 45 минут. Ну, мне было приятно, вот что так он ко мне обращается. Я его хвалила и в ответ говорила, что хорошо, вам лишнее положено, чашечка кофея. Он мне кофе говорил, а кофея. Вот я ему подавала кофе, а он был, конечно, большим гурманом и понимал толк в этом напитке. Обаятельный был очень человек, жизнерадостный. Такие таланты, как наш прославленный трубач Валерий Колесников, не уходят бесследно. Они оставляют очень значимый след на нашей земле. А где-то далеко во Вселенной светит его звезда, такая же яркая и лучистая, как взгляд самого Валерия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok